Другие новости. Сегодня новый министр образования встречается с родителями школьников. До основной встречи еще полчаса, но в здании Московской школы номер 1288 уже собрались гости. С ними в прямом эфире пообщается моя коллега Ольга Кондратенко. Оль, привет! На встречу было легко пройти или только по блату, признавайся? Приветствую тебя. Ну вот на самом деле нам сказали, что где-то примерно 150 человек уже зарегистрировалось. Ну то есть это те, кто забронировали как бы себе место для того, чтобы сюда прийти. Но вот только что буквально я узнавала на входе, сколько же человек уже пришло, потому что мы на самом деле очень мало видим здесь людей. Нам сказали, что где-то в районе 30, но вот времени остается уже не так много, всего буквально минут 10. Посмотрим, может быть сейчас как раз вот основной поток пойдет. Ну вот сразу же скажу, где мы находимся. Здесь вообще есть два зала ожидания, один на первом этаже, другой на втором. Зал ожидания на первом этаже, он вот для гостей, как раз где мы сейчас находимся. Это на самом деле обычная школьная столовая. И здесь, для того, чтобы люди не скучали, видимо, перед началом встречи, организован фуршет. Вот давайте прям пойдем и посмотрим, чем же нас тут угощают родителей. Ну, пирожки разные маленькие есть, кстати, бутербродики есть. Даже красная рыба, вот я вижу, да, есть побосой. А с чем пирожки? С мясом есть. А вы пить что можно? Яблочный апельсиновый. Яблочный апельсиновый сок, кофе. Ой, можно нам чашечку кофе сделать? Можно? Вот пока мы будем ждать свой кофе, пойдемте с родителями пообщаемся. Здесь немного, на самом деле, людей, но я сейчас попробую кого-нибудь найти. Ну вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звала. Скажите, пожалуйста, а вы родители? Вы родители. Вы родители. Скажите, как вы готовились к этой встрече? У нас предупредил руководитель, и мы не детского садика, у нас здесь будет детский садик, и мы приехали на это собрание. Ну вот смотрите, у нас новый министр образования. Какие-то вопросы уже приготовили? Пока нет. Пока нет. Мы хотим вообще... Нас прислали просто вот послушать, потому что мы новенькие, мы только пришли в детский сад, мы молодые родители. Поэтому нам пока все в новинку, и мы хотим как бы узнать, что нас ждет в будущем наших детей. В детском саду и в школе. А вы про новый министр читали, может быть, где-то? Вот какие у вас ожидания? Мы видели в новостях, так скажем, что у нас есть новый министр, что у него есть тоже своя определенная программа. А что за человек читали? Честно? Нет, пока нет. Не старались как бы читать, но посмотрим. Сложно по человеку все-таки. Это же слухи в основном. Поэтому хочется узнать уже его в работе. Скажите, что уже попробовали сегодня? Фуршет приготовили. Вообще ожидали, что покормят? Ожидали, хотели попить. То, что была вода и бутерброды, было очень приятно. А вкусно? Вкусно, да. Спасибо. Ну ладно. Так, давайте дальше. Кого-нибудь попробуем найти. Может быть, есть еще родители? Так, скажите, пожалуйста, вы родители? Да, обязательно. Родители. Отлично. Скажите, у вас дети в школе учатся? Или в детский сад? В школе. Девятый класс. А вот как вы узнали про эту встречу? Вы такой активный родитель, который в родительском комитете? Или вот все-таки у вас... Ну, или вы просто родители? Ну, во-первых, я родитель ученицы этой школы. Ну, и потом я еще активный гражданин города Москвы. То есть я вот стараюсь участвовать во всех. Ну, вот смотрите, новый министр у нас. Чего ждете? Ну, я надеюсь на новые решения, которые хорошо скажутся на образовании. А в каком классе у вас ребенок хочется? В девятый класс. В девятый класс. У вас ЕГЭ уже совсем скоро. Вот по поводу ЕГЭ. Сейчас вот много разговоров ведется о том, что может быть какие-то изменения. Хотите каких-нибудь изменений? Ну, если честно сказать, я бы хотела изменений, чтобы экзамены сдавали так, как мы раньше сдавали. То есть это не тестовый? Да, не тестовый такой вот, не тестовый вариант, а как обычный вариант, чтобы ребенок знал предмет от и до. Ну, а вот вы какой-нибудь вопрос уже подготовили. Будете что-то спрашивать? Ну, вот по поводу ЕГЭ и ЕГЭ тоже, может быть, как-то бы пошли на встречу нашим детям. Я считаю, что в девятом классе сдача основных экзаменов и по выбору может быть возможно все-таки сократить и остановиться на основных экзаменах. То есть это русский математик, а уже по выбору, пусть бы дети сдавали экзамены в одиннадцатом. А вам не жалко своих детей, которые сейчас загружены очень сильно в коль? Мне это кажется. Ну, мы их готовим, в общем-то, в общество. И понимаю, что потом их тоже жалеть не будут. Современный ребенок превратится в современного гражданина нашего общества. И поэтому школа достойно его готовит. Ну вот скажите, вы что-то... Посмотрим, какие вопросы были главные. Спасибо.